Всем добрый вечер из Лондона! Сейчас у нас будний день, а в частности среда. 6 часов вечера. Обычно, когда я записываю такие прогулочки небольшие после работы с обновлениями новостями, что у нас интересного произошло, это случается в понедельник. И достаточно на улицах тихо. Сейчас у нас среда и 6 часов вечера, то есть не 5. Ведь основная масса уже прошла. Поэтому в этом видео я хочу вам показать, как выглядит лондонский сити. В частности, мы пройдем с вами к London Bridge. Там очень оживленно, это как красивая территория. Мы там давно не бывали с вами. Прогуляемся туда, а за кадром я, как обычно, вам постараюсь рассказать что-то интересное. А в частности, поскольку метро в Лондоне достаточно дорогое. И сейчас гибридный вариант работает. То есть часть работаем мы из дома, а часть дней в офисе. То посчитали, что метро не загружено в пятницу. Оно загружено меньше в пятницу на 8%, чем остальные будние дни. То, что было по отношению к тому, что было до пандемии. Остальные дни у нас 85% загрузка, а в пятницу 73% всего. И поэтому наш мэр говорит, ТФЛ, транспорт Фу Лондон, организация транспортная, которая у нас, соответственно, за метро, так управляет метро, говорит, надо бы как-то снизить цену в пятницу, чтобы народ побольше оставался в городе, переезжал в город, и, соответственно, тратил больше денег. Потому что недогрузка, получается, метро тянет за собой все остальное. Недогрузка метро, это значит, люди не приезжают в центр, это значит, что они не тратят деньги, не ходят в пабы, рестораны, кафе и другие развлекательные заведения. Поэтому, чтобы приманить людей больше ехать в город, предлагают убрать цену повышенную в утренние часы, то есть так называемый час пик утренние и вечерние. У нас до 10 часов утра час пик и с 4 до 7. В первой зоне, там, где все самое интересное расположено, у нас это считается час пик, и тариф повышенный получается. То есть, например, если ехать утром с 6-й зоны в первую, тариф 5 фунтов 60 пенсов, так, в одну сторону. А если не в час пик, считают 3,60. То есть, получается, что 2 фунта максимум можно сэкономить, но, в принципе, это где-то экономия получит на билете у каждого где-то 2-4 фунта. Вот такой план. Помимо этого, у нас по-прежнему продолжаются забастовки транспорта железнодорожников. Не все, только выборочно. И я подготовила, немножко подзатянулась интро, да, но я подготовила список зарплат сотрудников метро от тех, кто просто стоит в холле и помогает людям, да, если какие-то есть вопросы, до водителей, до машинистов. Я вам расскажу, какой уровень зарплат и сколько они хотят побольше денег. Вот такой будет план. Немножко подзатянулось интро, но уж, простите. Такие новости. Ставьте, пожалуйста, лайк. Лайк. Подписывайтесь на канал, если вы больше хотите узнавать о реальной жизни в британской столице, в Лондоне. И я попрощу камеру, мы с вами начинаем нашу сегодняшнюю прогулку по вечернему Лондону после работы в среду. Ставьте, пожалуйста, лайк. Мы с вами стартуем от Monument. Остановка. Здесь же метро находится. Monument Station. И сейчас мы поворачиваем, перейдем мост. Лондон-Бридж. Мужчина возмущается, что автобус проехал и не остановился, потому что здесь автобус по требованию. Обычно вообще на таких остановках активных автобус останавливается постоянно. То есть каждый раз, когда он проезжает остановку, он останавливается. А есть остановки менее загружены, и там нужно поднять руку, либо как-то помахать водителю, дать ему понять, что вы хотите сесть на его маршрут. И тогда он остановится. Иначе он просто будет проезжать мимо. Что же у нас по новостям о метро? Новости очень приятные, конечно. Но, как говорит народ, выборы, год выборный, 2024, в том числе выборы мэра, ожидаются в Лондона. И сейчас у нас Садик Хан, который уже два срока, мэр Лондона. И, видимо, он не планирует покидать пост и делает все для того, чтобы поднять свой рейтинг. Поэтому предложили такую схему, которая начинает работать с марта на три месяца. Это такой эксперимент, экспериментальная схема по отмене в пятницу повышенного сбора в часы пик. А часы пик – это у нас достаточно большая часть дня. Получается у нас часы пик считаются все до 6.30, до 9.30, то есть до половины десятого, когда ты приезжаешь, в общем, в Лондон на работу, в центр куда-то, где у тебя расположено твое рабочее место. И когда уезжаешь, это с 16 до 19.00. В эти часы действует повышенная оплата. И разница существенная, например, в часы пик стоимость составляет 5.60, первая, шестая зоны, а не в часы пик, то есть если ехать в районе 9 часов и в районе 6 обратно, то получается ты должен платить 5.60 дважды. То есть это 11.20. А если не в час пик, то есть если ты, например, по 10 приедешь в Лондон и уедешь в 9 часов вечера, после 7, да, обратно, либо какие-то другие манипуляции, но не в часы пик, которые установлены по метрополитену у нас, ты заплатишь два раза по 3.60. то есть это у нас 7.20. Разница в 4 фунта. К слову сказать, пиво, сидор стоит где-то 5-7 фунтов. И вино тоже. Вино где-то 7-8, может быть, в пабе. Поэтому, убирая вот эту наценку на часы пик, у людей, грубо говоря, высвобождаются деньги на лишний бокал чего-то в городе. А поскольку, конечно, все понимают, что одним бокалом, как правило, дело не обходится, пьют здесь много, долго, при этом беседы ведут на различные темы, в том числе и ругают мэра и правительство и все на свете, то вот такая предложена была инициатива и она вступает в действие. Уже по прессе прошло, что это начинается с марта. Поэтому посмотрим, действительно ли через 3 месяца Лондон-Бридж мы с вами пересекли, Лондонский мост это символ у нас City of London. Вот это место в городе, вот этот район, он называется City of London, Лондонский сити. Такой бизнес, бизнес-центр, скажем так, Лондона. Вот такие интересные новости по метро. Конечно, это приятно. Приятнее заплатить 3 фунта, нежели 5. Спору нет. Посмотрим, как все это будет работать. Ну и, конечно, администрация мэрии, они планируют, что это позволит увеличить загрузку в пабах, барах, ресторанах, кафе. Пятница достаточно активное время было всегда. В том числе проходят различные театральные шоу и так далее, и так далее. Мюзиклы, прочее, прочее. Все это ожидается, что получит дополнительную загрузку. Так, вот такая зелень. Смотрите, у нас февраль месяц. Несмотря на то, что сейчас вроде бы зима, но в Лондоне климат очень мягкий. И такие растения, как примола, они цветут круглый год. такой шикарный колокольный звон можно слышать часто по городу везде в разное время дня. Сейчас мы пройдем поближе к именно вот этой церквушке. Спустимся вниз. А здесь это мы уже проходим в сторону Боро-Маркет. Кому так интересно для ориентира на Боро-Маркет с Лондон-Бридж с моста выворачиваете направо. Очень красивое вот это сооружение церкушка и ее часто снимают на свадьбу. Очень часто можно видеть, что она закрыта на частные мероприятия. И там у них сад большой, очень приятно, особенно летом. Это, конечно, свадебный сезон здесь это лето, летние месяцы. Так, вот здесь открытая кухня, жарят, парят. Все свеженькое, вкусное. Вот, пожалуйста, пиво. И не только, разные напитки. Жарят, парят. Ну, здесь, конечно, сейчас нелюдно, в обед здесь достаточно людно. бургеры, бутерброды разные, такого плана 12.95 стоит, нортвайн 5.50 это как глинтвейн. Вот это территория Боромаркета, но поскольку сейчас уже поздно, все лавочки уехали, и каждый день они приезжают, разворачиваются, здесь получается очень занятая такая территория. Потом по окончании рабочего дня они собирают весь свой товар, или свою всю амуницию, все оборудование, все, что у них есть, столы и так далее. И видимо хранят где-то какие-то есть локеры отдельно. второй вопрос у нас, который я хотела сегодня вам рассказать о заработных платах и сколько же получают сотрудники в метро, потому что постоянно я рассказываю вам, что у нас постоянно проходят забастовки, что транспортники недовольны, место называется садок кафедрал, кафедральный собор садок. Он открыт для посещения, если там не проходят никакие мероприятия. Год назад была крупная обостовка, год, даже два назад, наверное, когда обостовали именно водители, то есть машинисты метро, которые говорили о том, что у них очень низкая оплата труда. Сейчас у них за 2022-23 год в ТФЛ транспорт для Лондона организация там около трех тысяч водителей и есть инструкторы, у которых базовая зарплата у водителей фиксированная, оклад, скажем так, за год это сумма 63 900 фунтов, 901 фунт, а инструкторы получают 66 649 это достаточно хорошие деньги, в принципе, по стране, учитывая то, что среднее по стране 36 тысяч около этого за год, это все я указываю сумму за год, в Лондоне сумма повыше около 40 тысяч, то есть это намного выше среднего, того, что получает весь народ, в целом опрос за 23 год, 22 23 год показал, что машинисты уже довольны своей зарплатой, потому что кроме своей базовой базовой оплаты они могут также брать овертайм, урочные часы и еще им платят бонусы в сумме они получили 70 80 тысяч, это очень хорошие деньги для Лондона и для Великобритании в целом, учитывая весь спектр зарплат, это очень хорошие зарплаты, скажем так, врачи получают тоже где-то 70 100 100 вот такие вот такие суммы зависимость от квалификации и прочее, прочее, ну где-то такой диапазон тоже 70 80 получают где-то врачи. Что же, кто же бастует? Есть еще низшая другая прослойка более скажем так низкой оплаты труда, это те люди, которые стоят на посту, которые информационную поддержку оказывают, маркетинг и так далее. Вот эти люди, у них зарплата 35 тысяч и немного выше. они считают, что им должны поднять зарплату на уровень инфляции. И это то, что они добивались. И самая последняя забастовка она привела к тому, что тоже мэрия выделила 30 миллионов на поддержку ТФЛ. Потому что в целом транспорт для Лондона, транспорт в Лондон это государственная организация и поэтому если ей нужна поддержка, то поддерживает ее тоже государство. Выделили 30 миллионов на дополнительную оплату сотрудникам. Вот так здесь забастовки, как сами понимаете, работают. Потому что есть профсоюз и профсоюз выбивает для своих работников более выгодные условия труда. я считаю, что то, что достигнуто по машинистам, это просто потрясающе. То есть у них были зарплаты что-то около 40 и вот так удалось их поднять. Так, вот я иду прямо по дороге. Здесь видите тоже специфика старого Лондона. Дороги узкие и в одну сторону движения. Много-много где здесь One Way Road. А вот справа побежала лиса. Сейчас посмотрим, если мы сможем достать. Вот справа смотрите лиса. Лис очень много по Лондону. Они здесь хозяева. Они немножко так боятся, но в принципе если у тебя будет бетерброд какой-то и ты будешь протягивать, они аккуратненько его возьмут. Поскольку друзья в этом видео мы с вами прогулялись по мосту Лондон Бридж то важно отметить, что эта точка это самое начало скажем так Лондона и это прописано именно вот здесь Лондон Бридж впервые он был построен в 50-й год и дальше Лондон Бридж вот этот именно мост то есть именно здесь это был единственный мост переправы с одного берега на другой до 18 века представляете этот район еще кому интересно называется Садок именно южная сторона на которую мы с вами перешли и так друзья вот такой получился надеюсь познавательный ролик что-то вы узнали интересное посмотрели как здесь мы живем что делаем вечером в среду после работы надеюсь вам понравилось ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал и мы с вами обязательно увидимся в следующий раз всем счастливо всем пока